Это Аня Павликова, необычная невеста, которая заключила брак в матросской тишине. Девочке 18 лет. Многие, наверное, помнят ее по нашумевшей истории о деле новое величие. А это ее муж Константин Котов, с которым они как раз и поженились в СИЗО. Константин Котов, 34-летний программист из Москвы. Аню Павликову держат под домашним арестом, а до этого она почти полтора года просидела в СИЗО. А Константина Котова осудили на 4 года колонии. Сейчас я расскажу, за что осуждают в России на 4 года. Я делал два ролика о деле новое величие. История, конечно, возмутительная. Если вы вдруг подзабыли, я вам напомню. Все началось с того, что группа молодых людей, 17-18-20 лет, в одном из Макдональдсов обсуждали ситуацию в стране. К ним в группу были внедрены засекреченные агенты ФСБ, которые предложили создать некую группу под названием «Новое величие». Они же придумали устав и они же разрабатывали детали. Ребята просто присутствовали там. Вот конкретно Анна Павликова пришла на это обсуждение вместе со своей подругой Машей Дубовик. Маша встречалась с одним из парней, который и был в этой группе. То есть девочки попали туда совершенно случайно. Ну и даже не только девочки и парни в принципе ничего не совершали. Они не печатали никаких листовок, они не создавали никаких роликов на YouTube. Они не ходили ни с какой агитацией. Они просто обсуждали о том, что творится в их стране. Понимаете, это чистой воды сфабрикованное дело. Ребята в ФСБ сидят и думают, как бы им получить какое-нибудь денежное вознаграждение. А давай мы попробуем организовать группу глупых подростков. А затем сами же эту группу ликвидируем. Ну и получим соответственно звездочки и поздравления от начальства. Не зря же мы здесь хлеб едим. Вот скорее всего это и был план создания этого мнимого нового величия. Ребята повязали, естественно посадили. Я как раз сделал ролик о том, как на суде Аня Павликова, ее задержали когда ей было 17 лет, сидела в этой клетке, теребила свою косичку и просила, чтобы ее просто отправили домой к маме. Мама кстати больной человек. Она обращалась ко всем, кому только могла. Был и протест матерей, и множество писем. В результате Аню отправили под домашний арест. Теперь она не имеет права выходить в интернет и никак не имеет права общаться с прессой. То есть она должна молчать о своем положении. За это время к истории этой девочки было привлечено много внимания. И одним из людей, кто услышал об этом, и был Костя Котов. Костя Котов, вот посмотрите сюда, это обыкновенный одиночный активист, который выходил в разное время с разными плакатами. Просто гражданин своей страны, неспокойный человек, который не боялся, выходил и заявлял свободу Сенцову, свободу украинским морякам, свободу политзаключенным. Как вы видите здесь, написано, что Костя Котов испытывал чувство сожаления и стыда за дела своей страны в Украине. Это крайне редкое, фактически не свойственно русским людям. Я делал несколько роликов об Украине с общим названием «Прости меня, Украина». И мне интересно было знать мнение людей, как много из тех, кто просмотрит мой ролик, поймут, что они, их страна, и они в том числе виноваты в том, что в Украине погибло 13 тысяч парней. И вы знаете, в процентном соотношении очень немногие. Скорее всего, 2-3% только написали «Прости меня, Украина, я из России». В основном, большая часть, 90 с лишним процентов, так или иначе пишут, что они здесь ни при чем, это все путинский режим, почему вы нас обвиняете, да и вообще украинцы сами виноваты, ну и так далее и тому подобное. Вот этот парень, Костя Котов, он испытывает чувство стыда за содеянное его страной. Ну и познакомившись с делом Ани Павликовой, когда стало известно, что Аня простудилась, у нее начались какие-то проблемы по женской линии, а мама вынуждена платить за свое лекарство, Костя взял на себя обязанность и покупал для Ани дорогое лекарство. Вот так они познакомились, он делал ей передачки, писал письма, поддерживал эту девочку. Постепенно все это переросло в больше, чем просто поддержка. Еще раз, если вы до конца не поняли. Вся вина этого парня заключается в том, что он выходил с различными плакатами, где писал какие-то призывы. За последнее лето 2019 года Котова арестовывали трижды и оштрафовали на 15 тысяч. Затем его посадили на 10 суток за то, что он перепостил пост Алексея Навального о выходе на митинги. Ну а затем 10 августа его задержали в центре Москвы и вот буквально недавно вынесли приговор. Четыре года колонии. Фигурант московского дела Константин Котов. За последние полгода Константин Котов признавался пять раз виновным в административных правонарушениях. Четыре раза за участие в мирных акциях протеста и один раз за репост в Фейсбуке. Он поделился сообщением штаба Навального с призывом прийти на Трубную площадь и поддержать незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. За это он отсидел 10 суток. Задержание Константина Котова есть в сети. Суд отказался знакомиться с этими видеоматериалами. Все задержания проходили, когда Константин Котов мирно стоял на тротуаре или шел по улице. Вынесен приговор. Четыре года колонии. Вот что сказал Константин Котов после внесения приговора. Я считаю, что в этом процессе судят на меня, а право людей на свое мнение, на свободу слова и на свободу собрания. Вот так сильно провинился этот парень тем, что помогал девушке в СИЗО, перепостил пост Навального и несколько раз выходил с плакатами. Ну, конечно, если сравнивать с делом Яна Сидорова и Влада Мордасова, которым дали 6 лет строгого режима, ну, фактически за то же самое, то здесь, можно сказать, еще повезло. Но, тем не менее, четыре года, друзья. За четыре года можно поступить и закончить университет. Четыре года – это четыре лета, четыре весны, четыре зимы он будет проводить в тюрьме просто так, ни за что. Вот вообще ни за что. Когда он выйдет из тюрьмы, ему будет 39 лет. И вот эта девушка вышла за него замуж, ну, не просто потому, что она влюбилась и очень сильно хочет замуж, а потому, что, если она будет женой, она сможет навещать его в колонии. У нее будет на это право. И вот такая странная свадьба в московской тишине. Девушка должна была зайти и выйти туда в полном молчании. Потому что по правилам своего домашнего ареста она не имеет права говорить ни слова. Какой-то уличный музыкант вышел перед ней и сыграл ей песню. Ее свадебную песню. Она стояла и тихонько ему подпевала. Так тихонько, чтобы никто не слышал. Потому что в случае нарушения ей грозит тоже реальный срок. А еще одно сообщение вышло в тот же самый день, когда мы узнали об этой очень странной и грустной свадьбе. Следующих два фигуранта этого дела Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли себе вены в зале суда. Это все те же фигуранты дела Новое Величие. А знаете, почему эти парни вскрыли вены? Не потому, что им жить не хочется таким молодым. А потому, что о них никто ничего не говорит. вот о чем. Когда люди в зале суда вскрывают вены, эта новость появляется фактически во всем мире, во всех СМИ. Ну, по крайней мере, проходит красной полосой. На это люди обращают внимание. И таким образом люди пытаются привлечь внимание остальных к своему делу. Это я к тем людям обращаюсь, кто говорит, что не стоит ничего такого плохого о России рассказывать. В России все, в общем-то, хорошо. Нужно больше о позитиве, в будущее смотреть, что вы все о чернухе да о чернухе. Вот вы гоните весь этот негатив. Нет, господа, нужно говорить о таких делах. Вот два молодых парня хотят, чтобы о них заговорили. Хотят настолько, что вскрывают себе вены, для того, чтобы о них хотя бы вспомнили. кстати, оба этих парня сообщали о том, что их жестоко избивают и пытают в тюрьме. Один из них уже объявлял голодовку, но он не Сенцов, и поэтому его голодовка прошла незамеченной. Понимаете, когда вы сидите два года по надуманному делу, и о вас никто не вспоминает, вы так и пойдете потоком, вам дадут свои четыре, шесть, а может быть восемь лет, и никто вас даже не вспомнит, а это обидно, когда вам по 22 года. Нужно, чтобы как можно больше людей об этом говорили, такие дела и формируют гражданское общество. Гражданское общество, это когда люди не просто сидят, а ощущают себя гражданами, выходят на улицу и начинают отстаивать права. Вот когда таких, как Костя Котов, будет не один, два, тридцать, триста, а три миллиона активных, тогда в стране можно будет очень быстро все изменить. Но пока еще этой массы не набрали, и поэтому нужно об этом говорить. Хотите ужаснуться тому, на какие сроки были осуждены другие политические заключенные, хотя бы часть из них, пройдите по ссылке снизу. Там российские актеры перечисляют так называемые дела политзаключенных, их имена немного рассказывают о них. Было бы хорошо, если бы таких роликов было как можно больше. История возмутительная. 6-8 лет, 3-4, вообще ни за что. Одного мужчину с двумя детьми осудили просто за то, что он поднял чьи-то наушники, пытался передать Росбордейцу, за это его скрутили и посадили в тюрьму. Теперь он будет сидеть два года. Вот ровно за это действие, вы не верите? Это самая настоящая история Данилы Беглеца. Об этом парне тоже очень многие говорят. И Григорий Явлинский, и Виктор Шендерович, как и сейчас о судьбе Константина Котова. Что можно в конце добавить? Свободу всем. Всем безоговорочно. Все эти дела дутые. За то, что человек что-то говорит, куда-то выходит, что-то где-то пишет, не дают сроков в реальных тюрьмах. Такого в цивилизованных странах не давно и нигде. А в России это вернулось так быстро, что не успели оглянуться. Прямая речь Данила Беглеца. На митинге я оказался случайно. Днем 27 июля у меня была назначена деловая встреча. Есть даже переписка с моим деловым партнером. Она осталась в телефоне, суд ее рассматривать не стал. Мой партнер был готов прийти в суд, но ему не дали. Так вот, 27 июля я вышел из метро и увидел, как человек в форме тащит другого. Я не увлекаюсь политикой, не знал, что там у них было, но у человека, которого тащили, выпали наушники. Я поднял и говорю, у вас упало, а на меня никто не обращает внимания. Я потянул того, который в форме за рукав, ну типа, смотри, вот упало же. И тут меня самого скрутили и потащили в автозак. Потом повезли в отделение. Взяли паспортные данные и отпустили домой. Назначили суд на 11 утра 9 августа. В 7.20 утра наш дом окружили. Приехали пять полицейских машин. Меня задержали, надели наручники и сказали, что якобы есть видео, где я причиняю полицейскому физическую боль в области запястья. У меня двое детей. Старшему два года, младшей девочке три месяца, жена не работает, у моей мамы больное сердце. Мама говорила, что этот росгвардеец приходил на суд, ни в какой больнице не лежал, выглядел нормально. Адвокат и следователь сказали, если возьмешь особый порядок, признаешь вину, отпустим. Я поверил и во всем признался. Теперь сижу за то, что хотел помочь парню, которого избивали полицейские. И оказывается у меня УДО не будет. Так что два года я просижу просто так. Это абсурд. Чего я согласился на этот бред, сам не пойму. Мне надо вернуться к семье. Два года это какой-то ужас. Субтитры 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 Субтитры